всем привет рад вас приветствовать себя на канале сегодня продолжим разговоры про оружие в сегодняшней серии у нас скс или самозарядный карабин симонова для того чтобы начать рассказ про этот карабин нужно начать с самого начала начала у нас в том патроне который он использует все началось 90 лет назад в 1928 году командование арка к решила то что пришло время заменить известную трехлинейку или винтовку мосина нагана на самозарядную винтовку образцы которые они получили для испытаний оказались слишком тяжелые и пошла речь о замене патрона патрон который использует на винтовка мосин нагана это это патрон калибра 762 с гильзой 54 миллиметра это 762 такая диаметр пули и 54 миллиметра это высота гильзы один из вопросов который поднимался это изменение калибра на 6 . 35 миллиметров пока разрабатывали новые образцы решали что делать с патроном началась вторая мировая война и большинство разработок были остановлены был выпущена винтовка самозарядная винтовка токарева которую солдаты не очень полюбили самозарядная винтовка токарева казалось более сложного обслуживания чем мосинка также в боях выяснилось то что винтовочный патрон 762 на 51 он излишне мощный он рассчитан на дистанцию до 2000 метров а патроны которые использовали пустолет пистолет и пулеметы шпагина ппш 9 миллиметров оказались недостаточно мощными рассчитаны для боя на расстоянии примерно 250 метров поэтому было решено перейти на сделать промежуточный патрон промежуточного называется потому что он находится в между винтовочным патроном для мосина для винтовки мосина 762 на 51 миллиметр и пистолетным патроном 762 на 25 миллиметров после разработок был создан патрон 762 на 39 миллиметров и подает патрон был сделан скс что у нас есть в самом скс данная модель 54 года выпуска советский первые экземпляры имели игольчатый штык такой же как на винтовке мосина также способ крепления штыка к к стволу копировал поздние экземпляры винтовки мосина оттягивается замок открывается штык и переводит боевое отношение штык на скс снизу в отличие от винтовки мосина на которой штык с левой стороны ствола из-за этого когда штык был в боевом состоянии приходилось перестреливать ружье настраивать его заново потому что расширяющиеся газы толкали пулю немного вправо это одна из причин по которой на старых съемках у всегда заметить то что штыки которые были съемные они такой конструкции они всегда были в боевом состоянии и солдаты не снимали потому что если снимать их то приходится пристреливать оружие заново документация на скс была передана в дружеские страны югославия и китай у югославов на скс установлен дульный тормоз выглядит красиво но это не дает возможности зафиксировать штык на дуле и он фиксируется только нижним креплением и не такой устойчивы как на советском документация которая была передана в китай показывала на скс игольчатый штык и поэтому на моделях китайских установлен игольчатый штык в сорок девятом году карабин был принят на вооружение но он был принят вооружение одновременно вместе с автоматом калашникова скорострельность автомата калашникова намного больше поэтому производство скс не было долгим ружье было использовано в конфликтах северной кореи во вьетнаме до сих пор используется российской армии на парадах очень красиво очень эстетичное ружье мне очень нравится ну теперь немножко строение газы распространяются по стволу поднимаются на возвратную трубку толкают поршень назад и поршень свою очередь толкает затвор назад затвор отходит возвращается возвратной пружиной и досылает следующий патрон магазин рассчитан на 10 патронов если вы помните я говорил то что в канаде у нас запрещено иметь по автоматическое оружие сам магазином больше чем 5 патронов то что при нас делают то что у нас делают это вваривать вот такой вот ограничитель и он ограничивает патрон ограничивать магазин на 5 патронов заряжать можно по одному патрону вручную или использовать обойму вставляется в эти пазы и просто одним движением вдавливается все патроны внутри магазина обойма выбрасывается затвор дергается назад возвращается и патрон высылается внутрь ружье хранится с замком предохранитель на курке это ружье готово к стрельбе это положение безопасности быстрая разбор полностью разбирать я не буду карабин просто покажу вам быструю разборку здесь флажок поднимаем вытаскиваем сторонку и все падает падает крышка пружина возврата забор для того чтобы снять верхнюю крышку нужно поднять здесь флажок и аккуратно чтобы не погнуть в крышку потому что нужно выгибать и аккуратно снимаем ее со стола внутри крышки находится поршень также можно разобрать здесь пружину продолжаем крутить флажок вверх рукой придерживая чтобы пружина не выскочила не полетела не и это пружина возврата поршня пружина еще один поршень маленький периодически конечно нужно все чистить и теперь обратная сборка поршень в пружину возвращается на место перед тем как собирать обратно будет видно будет видно здесь есть дырочка газа когда они возвращаются идут обратно по трубке и выходит через эту дырку для сборки обратно все в обратном порядке вставили опустили флажок вставляется затвор пружина возврата и крышка вертикальном положении встает штырь и флажок опускается проверяется функциональность ружья и ружье готово к использованию есть под стволом есть шомпол которым я категорически не советую использовать его для очистки ружья это стальной шомпол он поцарапает резьбу внутри ствола пользуют такого чем по это алюминиевый шомпол с пластмассовым наконечником нет никакого шанса то что он поцарапает внутреннюю часть ствола поэтому использую есть очень много разных обвесов можно поменять цевьё с металлического на пластиковое но мне больше всего нравится именно в таком вот состоянии в таком вот но мне вот нравится именно такой деревянный приклад деревянный цевьё так как оно должно было выглядеть изначально надеюсь вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся в следующий раз